Слава Украине, приветствуем от Полонского. На России очередной, не знаю как это назвать, праздник идиотизма. Так называемый Приморский Краевой суд отказался переводить шамана Сашу Габышева в обычную психиатрическую клинику из клиники закрытого типа. Конечно, за его защита подает апелляции какие-то, точно такие же недосуды российские. На России судебной системы как таковой не существует, поэтому там это банда, какая-то мафия, которая обслуживает путинскую шайку-лейку и юриспруденции там вообще не пахнет от слова вообще. Поэтому, конечно, подавать какие-то апелляции в российские суды, это знаете, это как, ну, не знаю, испражняться против ветра. Не стоит делать, да? Ладно, бог с ним. Значит, ситуация следующая, о чем я хотел сказать. Путин боится Габышева. Вот это вам уровень Путина, да? То есть он боится простого сельского парня из Якутии, которого он, по идее, не должен был вообще замечать, да, для него, ну, ну, кто Габышев? Ну, вот так, с его точки зрения. Он небожитель, обворовал всю Россию, да, украл огромное количество денег, обладает миллиардами, вокруг себя посадил целую воровскую шайку-клику, да, обзавелся этими ССовцами, Гестаповцами, Росгвардия, там, что оно там у них еще, СС, Гестапо, вот это все. Вот это все, и все его СС, все его Гестапо боится одного, одного единственного человека, которого закрыли, еще и в дубку закрыли, понимаете? И не дают ему даже перевестись в обычную психлечебницу. От чего его лечить, спрашивается, а? От того, что он Путина шел... А, он же шел изгонять Путина, как беса, да, или... Я не знаю, у шаманов, как это все называется, как черта или как кого. А, что же не так сделал Габышева, объясните мне. Разве Путин не черт? Посмотрите, итальянские фрески, там, 12-го или 14-го века, уж не припомню сейчас, где просто черт в виде Путина, там, сатана, да, ну, а в чем не прав Габышева? И тогда еще посидите того, объявите иноагентом итальянского художника 14-го века, который намалевал Путина в виде сатаны, точнее, сатану в виде Путина, который потом возродится, ну, так. А, вообще, это все выглядит очень комично даже, да, получается, что уровень Путина, он ниже уровня Габышева, поскольку он его боится, а Габышева Путина не боится, понимаете? Потому что он знает, что Путин ничтожество, вот и все, собственно говоря. Вот вам и весь, вот вам и весь ваш великий этот вождь краснокожих Чунга-Чанга, да, и Саша Габышев, который настоящий человек. Другое дело, что, конечно, очень наивный, но, как видите, но, как видите, более сильный и более значимый, чем Путин. Еще раз говорю, Габышев Путина не боится, а Путин, вот, видите сами, трусло. Редактор субтитров А.Семкин